Привет, ребят! Бой вечера. Даже думать нечего. Фигаредо против Морено. Мейн-Ивент. Они ограбили девушек и забрали по 50 тысяч. И далее Физиев и Холланд показали выступление вечера. Они тоже получат по 50 тысяч. И Дэйвисона увезли в больницу, так что его на пресс-конференции не будет. Джон? Когда будете делать рематч? В 2021-м. Пока точно не знаю. Надо дать парням восстановиться. Но этот рематч абсолютно точно надо сделать. Это очередной классный бой, который ждет нас в 2021-м году. А что ты думаешь о снятом бале? Как мы знаем, это привело к ничье. Как думаешь, это было оправдано? Ну, рефери сказал, что это было третье нарушение. Так что обычно тебе могут дать пару предупреждений, но это было уже третье нарушение. Я думаю, рефери подумал, что ему нужно взять бой под свой контроль, для того, чтобы Фигаредо перестал... Знаешь, перестал тыкать в глаза, перестал бить его в пах, так что это сработало. Конечно же, я должен спросить тебя про уступление Оливейры в Коммейн-Ивенте. Этот парень, по сути, рос на наших глазах, пробивался в UFC. Что ты скажешь о его поединке? Он выглядел невероятно сегодня, и в преддверии боя были разные разговоры. Лично я думал, что мы увидим старого доброго Тони, потому что в предыдущем поединке, я думал, на нем сказалась весогонка. Я ожидал немного другого Тони, но... В то же время 10 из 10 бы постучали на этом армбаре. Тот факт, что он не сдался и продолжил биться, это невероятно. Это лишнее подтверждение того, насколько жесткий, стойкий и сумасшедший этот Тони Фергюсон. Считаешь ли ты, что Оливейра, наконец, пробился в топ, и что теперь в любых титульных разговорах будет всплывать его имя? Ну, рейтинги опубликуют во вторник, посмотрим, какую позицию он займет, но в любом случае, этот парень, несомненно, один из лучших в мире, в самом конкурентном дивизионе, так что... да. А что скажешь о победе Кевина Холланда и о его будущем? У парня был потрясающий год. Да, он выиграл пять боев за год. Он уничтожил Жакаре, при том со спины. В целом, на Земле он себя отлично проявил, и, знаешь, очень впечатляюще. Я был поражен сегодня, и я очень рад за него. Мне он очень нравится, он хороший парень, у него правильный подход. Знаешь что? Он сделал до хрена денег в этом году. Он заработал много денег, и... Я очень рад за него. Физиев одержал большую победу против Рената Майкану, это хорошее дополнение в легком дивизионе, и... Будет интересно наблюдать за ним. Но как думаешь, это была хорошая остановка? Потому что некоторые считают, что Майкану был готов продолжать. Итак, когда мы снимаем бой, окей, и такое раньше происходило, меня это просто с ума сводит. В общем, Физиев налетел на него, пробил эту потрясающую комбинацию с трех ударов, налетел на него, и рефери останавливает бой. Так, как только рефери останавливает поединок, Майкану начинает возникать. Так? И иногда у нас бывало такое, что операторы начинают снимать победителя, празднование, в итоге зритель все пропускает. Но в этот раз вы видели, как Майкану пытался встать и завалился. Майкану не мог продолжать, он не мог ходить, он не мог встать. Из-под него уходили ноги, он шатался, он не мог продолжать. И наш продакшн показали это. Так что я думаю, никто из фанатов не подумал, что это была ранняя преждевременная остановка. Ни в коем случае это не была плохая остановка. Это была отличная остановка от рефери и прекрасная победная комбинация от Физиева. И напоследок, я правильно понимаю, что вы не будете принимать никакого решения по поясу в легком дивизионе, пока ты не встретишься лицом к лицу и не пообщаешься с Хабибом? Да, мы встретимся в следующем месяце. И по таймингу все сходится идеально. Конор будет биться на этой же неделе. Спорье. Мы пытаемся сделать бой Чендлеру. Этот бой состоялся сегодня. И я встречусь с Хабибом в следующем месяце, и мы во всем разберемся. Все, да, с наступающим, ребят. Хорошо вам отдохнуть. И увидимся в следующем году. Чарльз, поздравляем с потрясающим выступлением. Это одна из самых больших побед в твоей карьере. Расскажи, какие у тебя сейчас эмоции? Спасибо. Да потрясающие эмоции. Мы знали, что так и будет. Мы ожидали, что это будет хороший, тяжелый бой против настоящего чемпиона, и так и вышло. Казалось, ты вот-вот финишируешь его в первом раунде. Как думаешь, насколько ты был близок к этому, и повредил ли ты ему руку этим приемом? Ну, он очень жесткий парень, хотя я сказал своему главу, что, кажется, сломал его руку. И мы разработали отличную стратегию, я должен был биться максимально спокойно. И ничего не форсировать, не рисковать. Если бы я увидел возможность финишировать, я бы вцепился в нее. Но главное было одержать победу. И я сделал это, и показал отличный поединок. Ты сказал, что хочешь биться с победителем пары Макгрегор-Порье. Также, похоже, что Гейджи будет биться с Майклом Чендлером. И Хабиб, возможно, даже вернется. Если Хабиб вернется, считаешь ли ты, что заслуживаешь боя с ним больше остальных? Я не думаю, что Хабиб вернется в бои, он дал обещание. Джастин Гейджи, он может биться с кем угодно, с Майклом Чендлером или с кем-то еще, мне без разницы. Но да, я хочу биться с победителем пары Конор Макгрегор-Дастин Порье. Я заслуживаю боя за титул больше, чем кто бы то ни было. Я одержал 8 побед к ряду. 7 из них не дошли до решения, потому что я всегда стараюсь закончить бой досрочно. Так что я на хорошей победной серии, я устраиваю яркие бои, и я, как никто другой, достоин биться за пояс. Мы знаем, что в этом спорте может произойти все, что угодно. Было бы тебе интересно страховать поединок Конор Макгрегор-Дастин Порье, если вдруг кто-то из них слетит? Да, у меня всего лишь одна сечка над глазом. Так что я скоро вернусь в зал. Даже после своего последнего поражения Полу Фелдеру, я вернулся в зал менее чем через неделю. Так что я всегда готов, я хочу стать чемпионом, и если мои услуги понадобятся, Дэна Уайт, я жду звонка. Что вы с Тони говорили друг другу после поединка? Я видел, что вы ходили по октагону в обнимку и общались. Да, я поблагодарил его за предоставленную возможность, я ждал своей возможности, я знал, что рано или поздно она придет, и в итоге я ее получил, но это был бой на 20-дневном уведомлении, представьте, что нужно для поединка на 20-дневном уведомлении с бывшим чемпионом. Ты должен быть готов и сфокусирован на 100%, так что я поблагодарил его за возможность, это был отличный бой, я очень рад, что получил его, и все произошло в идеальное время. Ты идешь на такой впечатляющей серии в конкурентном дивизионе, 8 побед к ряду, и все еще не получил титульный бой, как думаешь, чего-то, может быть, тебе не хватает для того, чтобы выйти на титульник? Да, возможно, ребята, которые любят болтать, получили бы титульник быстрее, но я не люблю болтать, не люблю весь этот трэш-токинг. Я выхожу и все показываю в октагоне. Моя болтовня заканчивается обращением к бойцам своего дивизиона. Ребята, готовьтесь, потому что я на подходе. Это правда так, я иду за поясом. И да, хочу добавить, что я просто знаю, что мое никуда не уйдет, мое никто не отнимет. Так что я продолжу биться, и да, может быть, медленно, но верно возьму этот пояс. Есть ли у тебя какое-то предпочтение, с кем бы ты больше хотел биться, с Конором МакГрегором или с Дастином Порья? С кем из них? Нет, у меня никаких предпочтений в этом плане нету, потому что на данный момент моя главная цель — это стать чемпионом, и именно на этом я сфокусирован, на 100%, на этом поясе. Конечно, бой с Конором МакГрегором несет за собой больше денег, больше внимания, это в целом более масштабный бой. Я понимаю, что бой с Дастином Порьей не будет таким большим и выгодным, но если он выиграет, я хочу биться с ним, потому что сейчас для меня главное не деньги и не популярность. Так что мне без разницы, с кем из них биться, главное, чтобы это был поединок за пояс. Спасибо. 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 Спасибо.